Добрый день, уважаемые коллеги! С вами консультант компании Решение Верное РФ Сергей Маслёхин. Разговор про субсидии для так называемых промышленных кластеров. Упрощенно говоря, если несколько организаций, являющихся смежниками, то есть изготавливающих разные, например, узла-агрегаты сложной высокотехнологической продукции, или являются поставщиками друг друга, например, в классической схеме есть какой-нибудь якорный заказчик, финишер так называемый, у него есть поставщик первого уровня, у поставщика первого уровня, несколько поставщиков второго уровня и так далее. Если вот такой кластеризацией, вот такой кооперацией связаны несколько предприятий, и фактически определенные доли выручки этого самого высокотехнологичного предприятия или просто предприятия, производящего промышленную продукцию, приходится на предприятие вот этого кластера, они могут узаконить периметр вот этой своей работы, то есть обозначить как кластер, и, соответственно, у них должна быть еще некая, скажем так, аналог управляющей компании, это называется специализированная организация кластера, а также проводится кластерная политика, включение в периметр кластера других участников, расширение производственной и всякой другой кооперации. Это немножечко похоже на, скажем так, ну, на ТСЖ плохой, наверное, пример, это немножечко похоже на промышленный парк, только в данном случае не происходит локализации в одной промышленной площадке, да, то есть предприятия распределены и располагаются где располагаются, да, в разных районах, иногда в разных регионах даже. Вот, но тем не менее их кооперационные связи позволяют объединить юридическую, организационную, финансово-правовую структуру кластера. Так вот, если внутри этого кластера возникают так называемые совместные проекты, когда два и более участников этого самого кластера объединяются для реализации какого-то проекта, каждый своей компетенцией, каждый своим ресурсом, и, например, приобретают какое-то совместное оборудование, оснастку по договору купли-продажи или в лизинг, приобретают какое-нибудь инженерное оборудование, заказывают на стороне инженерно-техническую документацию, конструкторскую документацию, технологическую документацию, да, приобретают, например, там оснастку, что они еще могут приобретать, а заказывают опытно-конструкторские работы или проводят их за свой счет хозяйственным способом, да, то затраты вот этого самого совместного проекта кластера можно субсидировать у государства, да. Если есть эта специализированная организация, кластер обозначен, узаконен и попал в реестр промышленных кластеров и специализированных организаций по постановлению правительства 779, вот, то есть если нужна услуга по обозначению этого кластера, аудиту, его узакониванию, скажем так, да, аккредитации этого промышленного кластера в реестре, можете обращаться, есть компетенции у нас такие, вот. Соответственно, попав в орбиту вот этого самого промышленного кластера Минпромторга России, можно обозначить этот самый проект и подать заявку на возмещение затрат на полугодовой основе, да, то есть самое главное, чтобы проект был начат не ранее, чем за год до обращения в Минпромторг, и второе, проект должен длиться не более пяти лет в общей сложности, да, с начала его реализации. Максимальный размер субсидии на один кластерный проект 300 миллионов рублей, выплата субсидий каждое полугодие, естественно, есть целевые показатели по соотношению к одному рублю субсидий, да, то есть, например, прирост объема продукции 5 к 1, коэффициент кооперации 2 к 1, объем небюджетных инвестиций 2 к 1 от суммы бюджетных субсидий, в небюджет не менее 70% от общей стоимости проекта, на какие статьи и сколько дают. Значит, если несколько участников кластера взяли кредит, целевой или один из участников, да, в интересах совместного проекта, взял кредит на приобретение, например, там оборудования, до 70% затрат на уплату процентов Минпромторг может компенсировать. Если оборудование было приобретено подговором лизинга, то, может быть, можно возместить до 50% от стоимости оборудования, приобретаемого в лизинг. Приобретение техоснастки субсидируется на 100%, проведение опытно-конструкторских работ, испытания, прототипирования, экспериментальные образцы опытной партии субсидируется на 100%, приобретение программно-аппаратных комплексов для управления предприятием модулей разного софта ПАК, АПК субсидируется до 100% затрат, оплата услуг или расходов на оплату туда по разработке КД конструкторской документации, технологии, технологических процессов субсидируется до 50% затрат. Если у вас возникают вопросы по этой программе, и вы, в принципе, можете считать себя одним из участников кластера или уже являетесь таковым, под видео будет ссылочка, можно ознакомиться с дополнительной информацией, заказать консультацию, заказать услуги по подготовке заявок, по разработке бизнес-планов совместных проектов, по разработку иногда технической документации, то есть у нас есть специалисты, проектировщики, которые делают эти вещи профессионально по ГОСТам, по всем лекалам, да, то есть подача заявок, организация самого кластера, юридические документы кластера, концепция развития, стратегия, программа, дорожная карта развития кластера, бизнес-планы совместных проектов. Удачи в реализации проектов, пользуйтесь государственными ресурсами, вы, в принципе, должны понимать, что такие ресурсы есть, естественно, мы можем ознакомить вас с правилами игры, потому что это не халява, то есть за нее есть совершенно четкие обязательства, но, по крайней мере, государственные ресурсы на эти цели выделяются. Значит, близкая к теме, особенно кластеры в сфере, допустим, электроники, они сейчас будут в фокусе, ну и, в принципе, любая высокотехнологическая, импортозамещающая промышленная продукция. Это фокус работы Минпромторга в создавшихся условиях на текущий момент, изменение цепочек поставок, импортозамещение и так далее, импортонезависимость, технологической суверенитет, технологической независимость, все это вот основные фокусы этих самых программ. Близкие, близкие по, скажем так, содержанию программы, это программы поддержки промышленных индустриальных парков, промышленных технопарков, в которых высокая степень науки, высокотехнологичных процессов инжиниринга и создания продукции. Технопарк очень похож на кластер, только объединенный, например, в рамках одной площадки, то есть там тоже есть лаборатории, там есть центры прототипирования, испытания, сертификации, там есть, не знаю, допустим, ЦОДы, центр обработки данных, чистые комнаты, там есть какие-нибудь проектные бюро, проектно-конструкторские бюро, КБ так называемый, да, в советское время. Вот, то есть он похож, но единственное, что все сидят, что называется, под одной крышей в комплексе зданий, который именует себя технопарком. Особенно, например, сейчас появилась новая программа, отдельная по технопаркам, конкретно в сфере электроники, радиоэлектроники, электронной компонентной базы и модулей, да. У нее отдельный бюджет, не в рамках общей программы по промышленным технопаркам или индустриальным паркам, надо пользоваться. Также из новостей официально узаконены понятия эко-промышленный парк, экологический индустриальный парк, эко-пром-технопарк, то есть это такие индустриальные объекты с инфраструктурой, специализацией которых переработка отходов, ТКО в том числе, отходов разного класса опасности, уровня грязности, скажем так, да, и производство продукции из этих самых отходов, соответственно, эти тоже эко-пром-парки, эко-технопарки входят в территориальную схему размещения подобного рода объектов. Также чуть раньше официально было узаконено понятие агропромышленный парк, агропромышленный технопарк, агробиотехнопарки, это тоже родственные структуры, когда вот эта вся кластерная организация концентрируется на смежных земельных участках, на одном земельном участке, в одних помещениях и так далее, и так далее. То есть кооперационные процессы, реальные кооперационные процессы, реальные связки, реальная проверка доли кооперации, смежности проектов, резиденции, они, естественно, проверяются все, да. Доля кооперации считается долей выручки на предприятие группы кластера, на предприятие кластера в общей доле выручки, да. Чем этот коэффициент выше, тем больше сумма субсидий, но не более 50%. Да в принципе уровня кооперации 50% достаточно сложно достигнуть, это непростая задача на сегодняшний день. Успехов в реализации ваших проектов еще раз, обращайтесь за нашим опытом, за нашим знанием, за нашими компетентными разъяснениями. С вами был консультант компании Решение Верный Рэп Сергей Маслюхин.